Мне кажется, даже больше, если говорить там про персонажа, что это у людей, особенно у людей, которые пахнут, превращаются как некий такой ритуал, вот, и у него там, у Сэма, действительно, то есть он недавно получил повышение, он достаточно рано выпил своего возраста, он достаточно успешен, и он каким-то чудом успевает совмещать вот всё, что у него происходит на работе, вот эти все подвижки, с тем, что у него присутствует в личной жизни, молодая любовь, новая квартира, я должен как-то сюда прилетать кофе, скажите мне. Ну, собственно, вот, и он действительно, он живёт, у него есть прекрасная вот эта рептика, когда он говорит, я так счастлив, и я боюсь, что это исчезнет, ну, собственно, это и стихия, это есть и у нас, что вот это чувство, которое, наверное, многие посещают, что все знают, что не может всегда всё быть хорошо, без горького не бывает сладкого. Молодец, Стас! Слово, совершенно! Это высло, наверное, которое находится в начале его пути, которое его как бы пугает, что он может всё потерять. Ну да, что когда у человека настолько всё, действительно, всё, по всем фронтам, всё складывается, прям прёт, идёт, всё, человек восстанавливается, он действительно говорит, я счастлив, господи, за что он мне? Я говорю, спасибо тебе, и в ту же секунду он боится, что это вот-вот уйдёт, и не хочет, чтобы он не отходил, вот какие-то такие мысли. Стас, что там про чёрное белое? Вывод в конце, вот какой делай, очень важный, в конце вообще всей истории. Ну, в конце, ну, смотри, несмотря на то, что этот человек счастливый, он сам это понимает, он, например, делает такую очень важную вещь, он ни разу при жизни не признаётся Молли в любви. То есть он человеку, человеку, которого он, условно, любит, он ни разу не говорит о маме. И это, ну, и момент, то, что они, в принципе, его убивают, как раз тот важный момент, когда он мог это сказать, но он это опять не сделал, он не успел. И вот пройдя через все эти испытания, пытаясь спасти, предпрощая все беды, он в итоге, в самом финале, перед тем, как он должен отвечать на МТО, это говорит, это самый важный и славный момент. И, ну, это одна из тем спектаклей, в смысле, что очень важно, очень важно, когда ты в какой-то момент что-то хочешь сделать, сказать, по отношению к какому-то человеку, и очень важно это говорить. Мы, вроде, все это знаем, но почему-то не делаем. Мы стесняемся его с инфинентальности, стесняемся себя, стесняемся, что он может быть сейчас неуместно. И так, это холодное. А как на связке, ребят? Не знаю, это заключено, да? Не знаю, это заключено. Не знаю, это заключено. Если ты выпил напиток в Дарбаксе и захотел людей, знай, это метод. Я бы так сообщил. Кай, пожалуйста, гости. Ну, по внешнему миру. Вы смотрели спектакль? Да. Не все. Не все, да? Не все. А вы не будете к нам выступать? А вы пригласите, мы придем. Очень. Ты классная. А где она фамилию? Водяная будешь или без? Ну, что там тоже? Значит, поздравить вашу музей для премьеры. И, наконец, с таком, с юмором. Вы ходите с любовью. Там лайки поделиться. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы что? Давай, давай. Как его зовут? Очень приятно. Приходите к нам всегда. Вы очень хороший человек. С радостью. Хорошо. А вы можете сказать, с чем у вас ассоциируется вот этот Мид Найт пропучино, вот когда вы пьете? Пьете. С мятой. Кассоцируется с мятой. С свежестью. Мы еще не пробовали. Просто с мятой. Просто с мятой. Там очень много ингредиентов неизвестных. Никому.